привет меня зовут Эд и я продолжаю свою обширную серию по уходу за лицом для дамочек после 50 лет я снял уже большое количество рецептов по уходу за лицом также сниму еще как минимум 10 а может даже 15 эффективных рецептов и того у вас уже будет 20-25 эффективных рецептов для работы со своим лицом все ссылочки будут постоянно прибавляться уже сейчас под видео есть много ссылок на отснятые серии как я и сказал они дальше будут прибавляться и в течение еще четырех пяти месяцев там добавятся как минимум еще 15 прекрасных рецептов все ссылочки размещены внизу под видео также если вы досмотрите видео до конца вы увидите 4 анимированных окна нажав на любой из этих окон вы сразу перейдете на другой рецепт из этой серии а рецепт на сегодня такой сегодня у нас будет дрожжевая маска для увядающей кожи значит ну что главный компонент конечно конечно дрожжи главный компонент конечно дрожжи ну самое главное дороже должны быть свежие желательно они должны быть брикетные ну вот на это брикетные дрожжи ну в крайнем случае можно использовать и сухие дрожжи но лучший эффект именно от брикетных дрожжей и смотрите на дату чтобы они были реально свежими дальше нам необходимо будет молочко ну конечно желательно взять домашнее молочко но можно качественное взять и магазинное молочко не обезжиренное а конечно же самое самое простое там два с половиной три с половиной процента жирности но если домашнее молочко то класс если она там будет 4 5 или даже 6 процентов жирности это отлично также нам потребуется масло семени льна ну все мы знаем что в возрасте уже после 40 после 50 конечно же кожа очень сильно сохнет поэтому желательно добавлять различные масла и они очень хорошо работают чтобы оживить кожу и так берем наши брикетные дрожжи примерно одну столовую ложку в общем их отрезаем они же у нас заморожены отрезаем примерно одну столовую ложку и помещаем в пиалу дальше подогреваем немного молока немного молока не спешить его наливать чтобы не было конечно все очень жидко чтобы такая масса была ближе к пюре так сказать о ближе первое и так дрожжи наши наши мы заливаем теплым молоком не горячим значит если у вас дрожжи были заморожены потом когда вы залили молочко и хорошо все размешали и уже у вас получилась консистенция значит температура упадет так как дрожжи были заморожены но горячее молоко нельзя наливать так как дрожжи при соприкосновении с горячим молоком могут умереть поэтому лучше если все-таки вы замороженные дрожжи налили теплого молока и все охладилось лучше это все подогреть на водяной бане берем еще кастрюльку с хорошо теплой или ближе горячей воде и потом уже разведенные с молочком дрожжи ставим просто в горячую воду на водяную баню подогревать ничего не надо дальше когда все хорошо уже подогрелось где-то градусов до 45 примерно больше не надо наша масса уже подогрелась тогда добавляем в нее одну одну чайную ложку нашего масла семени льна любые масла должны быть свежие если вы уже открыли распечатали масло значит хранить его желательно не более одного месяца так как оно очень интенсивно окисляется и потом его польза уже сведена к минимуму и так добавили туда масло и берем вынимаем нашу пиалу с водяной бани здесь у нас все хорошо тепленькая все мы уже размешали приготовили консистенция у нас нормальная такая густой сметане ближе должно быть густой сметане все хорошо перемешали и и очень качественно обмотали ну например махровым полотенцем там в общем хорошо надо все укутать и оставить на некоторое время как вы оставляете например тесто чтобы начались процессы процессы брожения то есть вы увидите что начнутся бульбочки такие и смесь начнет немножечко увеличиваться вот это то состояние смеси которое нам необходимо все подготавливаем личика быстренько берем как у нас все готово в тот момент когда вы все окутали в принципе и уже какое-то время подержали берем и очищаем лицо берем значит очищающее средство что у вас есть там молочко очищающие лосьоны там ну и так далее так далее куча сейчас классных средств специальных для лица и непосредственно перед процедурой мы все очищаем потом кожу обязательно нужно разогреть ну как мы знаем кто смотрит мои лекции разогреваем двумя способами и эти способы можно чередовать например первый сеанс разогреваем хорошо теплым махровым полотенцем берем махровое полотенце макаем в чистую воду подогретую где-то до 50 градусов выжимаем и кладем на очищенное уже лицо кладем где-то на 5-7 минут кожа хорошо разогревается поры расширяется и они готовы принять питательные вещества и разогрев номер два это массажные движения массажные движения не только расширяют поры и разогревают а также очень сильно активизируют подкожные различные процессы обменные процессы и так кто не видел кто первый раз на моем канале показываю быстренько этот самый простой массаж делайте его постоянно хотя бы два раза в неделю и массаж даст свои результаты в комплексе конечно со всеми процедурами и так начинаем с лобика кстати мои постоянные зрители кто меня смотрит давайте давайте не надо просто смотреть работайте постоянно со своим лицом и так со мной берем пальчиками и от центра начинаем так сказать гладить лобик полминуты его гладим по прошествию полминуты спускаемся чуть ниже здесь у нас кожа на бровях веке и внизу глаз кожа это вся кожа очень очень нежная и в таком возрасте после 40 после 50 особенно лет она очень сильно здесь истончается очень сильно и веки также истончаются поэтому очень очень нежно начинаете проводить вот так пальчиками по этому месту два-три пальчика работают один пальчик вверху здесь потом у нас идут веки и нижний пальчик у нас работает с кожей после вернее под глазами и так контролируйте свои пальчики и полминутки вот так поработайте поработайте полминутки после этого спускаемся ниже здесь можно интенсивней здесь кожа более менее еще толстая относительно толстая и можно я более интенсивно прогладить расправить и прогреть потом опускаемся сюда на полминутки это у нас подбородочек вот здесь у нас проблемные также зоны в таком возрасте возникают начинают подвисать кожа есть у меня специальные упражнения посмотрите весь мой плейлист там есть упражнения для различных зон лица я буду еще снимать упражнения но там уже есть и отдельно поработайте конкретно с хорошими упражнениями а сейчас у нас легкая гимнастика массажные движения которые подготавливают кожу к процедурам и так здесь поработали чуть-чуть так протянули кожу вот так все все нас готово и так я чувствую личико у меня прогрелась уже слышу так нагрелась теплая личика все самое время наносить маску маска у нас укутанная теплая там происходит процессы прожения все самый раз сейчас все наносить берем любыми способами наносим консистенцию на лицо в принципе можно осторожно посидеть лучше полежать конечно если там будет стекать что-то подложите под себя возьмите специальную свою косметическую полотенце свое косметическое полотенце подложите чтобы ничего нигде не текло особенно если вы сидите в нормальной одежде все нанесли масочку и ждем значит первый сеанс не спешите начинайте там с 5-7 минут потом будете двигаться максимально дрожжевые маски лучше наносить на 20 минут посидели в этот момент мы не морщимся не разговариваем по телефону там не что-то еще не делаем с кем-то разговариваем просто разговариваем в общем надо расслабиться и подумать о чем-то хорошем и контролирует расслабление лица оно должно быть расслабленное посидели свое время от 7 до 20 минут следующие сеансы можно потихонечку прибавлять минуты и на 20 минутах останавливаемся и работаем дальше кстати такую масочку можно применять два раза в неделю для интенсивного питания или если хотите ну если два раза в неделю то можно где-то 15 сеансов сделать если например один раз в неделю можно довести до 20 сеансов один раз в неделю но если вы интенсивно хотите поработать в принципе два раза в неделю достаточно итак посидели необходимое количество времени от 7 до 20 минут и у нас вы должны приготовить как всегда отдельно две пиалы с теплой водой и с прохладной с холодной водой ну где-то там я не знаю там в районе 10 градусов в общем прохладной водой начинаем с теплой воды берем раз с пиалой и три-четыре раза все смываем теплой водой раз остановились на полминутки полминутки типа как стабилизируемся отдыхаем дальше через полминутки раз берем и смываем 3-4 раза холодной водой раз остановились после 3-4 раз полминутки подержали личика просто в спокойном состоянии опять возвращаемся к теплой воде опять теплая вода опять полминутки посидели и заканчиваем холодной водой значит такую маску желательно все-таки делать днем начиная с утра и заканчивая там где-то до 5 до 6 часов вечера ну желательно после того как вы смыли уже прохладной водой окончательно садитесь и где-то 15-20 минут все идеально у вас здесь высыхает после того как все высохло нанесите дневной питательный крем все нанесли крем и уже занимаетесь своими мероприятиями вот такая отличная сегодня дрожжевая маска кстати будет следующее еще несколько дрожжевых масок с немножечко другим составом можете менять их рецептуру и также с двумя-тремя дрожжевыми масками поработать вот такой отличный рецептик на сегодня я вам и рассказал до встречи на моем канале завтра не болейте будьте красивы будьте счастливы и пока всем удачи и мир вашему дому пища Продолжение следует...